Илон Маск подал заявку в Федеральную комиссию США по связи на запуск в космос группы спутников, которые покроют бесплатным Wi-Fi всю планету. Всего на орбиту планируется вывести 4500 летательных аппаратов. Ожидаемая скорость передачи интернет-данных, ребята, вы сейчас упадете около 1 гигабита в секунду. Как-то так, господа, а мы все продолжаем гордиться белкой и стрелкой полетом Гагарина 60-летней давности. А еще космодром Восточный строим уже 10 лет. Прости, Юра, мы все проподнимали, в смысле начинаем. Ну а в России все по-прежнему, а народе пекутся. В Госдуму поступил очередной потрясающий законопроект. Документ предлагает максимально упростить процедуру судопроизводства по гражданским и административным делам. В целях экономии времени, разумеется, и средств налогоплательщиков, куда ж без этого. И вот сейчас точно держитесь за что-нибудь. Знаете, за счет чего предлагается все это устроить? Авторы идеи рекомендуют разрешить судьям, рассматривающим такие дела, вообще никак не мотивировать собственные решения. Ну то есть, не писать вот это вот все, что остается затем в архиве, мол, заслушал таких-то свидетелей, руководствовался такими-то статьями, на основании чего постановил, бла-бла-бла. А сразу решение такое-то и вся недолга. О как, бинго! То есть, в итоге приходишь ты такой в суд, ну это я так предполагаю, тебе виновен. Почему? Какая разница, я так сказал. Кстати, один из депутатов уже посоветовал идейным вдохновителям данного ноу-хау, может вообще пусть монетку просто подбрасывают, еще больше времени в бюджетных денег сэкономят, да и производительность существенно повысится. У нас ведь отдельные судьи и сегодня-то по 20-30 решений за день клепать в состоянии, а тут тысячами начнут красавцы. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Кстати, авторами этой замечательной инициативы выступили, нет, не ребята из... А сами судьи, точнее председатель высшего судебного органа ВРФ Лебедев. Идея его намного глубже на самом деле. Он ведь предложил еще и апелляцию рассматривать не коллегии, как сегодня, а всего лишь одним человеком. Ну и третий классный момент. Если вдруг у обвиняемого возникнет подозрение в необъективности судьи, и он захочет дать ему отвод, прошение об отводе должен будет рассматривать судья, которому, собственно, отвод и дается. Вот это я понимаю. И демократия, и беспресрастная фемида в одном лице. Честное слово, господа, я вот все жду, когда нам уже в паспортах слово лохи писать начнут. Ну или там неудачники, крепостные, как вариант. Это реальная журналистика. И сегодня о человеколюбии поехали. Ну и давайте конкретные примеры власти закона по-россейски рассмотрим. Приглашаю вас в город Череповец, где разразился нешуточный скандал. В тот скандал уже втянуты власти, правоохранительные структуры. Судейский корпус, а самая главная общественность, причем не вот эта вот липовая общественность из каких-то там непонятных объединений, а настоящие живые люди, но обо всем по порядку. Жил-добыл в Череповце простой русский парень Алексей Левашов, и вот устроился этот парень как-то на работу в одну строительную компанию «Коксахиммонтаж-1», она называется, о чем уже сто раз пожалел. Работал человек несколько месяцев, однако руководство предприятия ну никак не спешило заключать с ним трудовой договор, постоянно кормились завтраками, постоянно находились какие-то отговорки, то олень заболел, то тюлень. По этой же причине денег не платили, будет договор, говорили сразу, все получишь. И однажды надоели парню эти россказни, решил человек уволиться, вот только денег-то ему так и не выплатили. Куда бывший монтажник только не обращался, везде отворот-поворот. Короче, в какой-то момент парень просто отчаялся и решил поговорить с директором предприятия, что называется по-мужски. А сейчас вот дело на человека уголовное завели. Что получилось из этого? Значит, мне был в очередной раз отказ, естественно, мне каким-то образом, потому что я два дня уже не ел ничего, на самом деле я жил уже на воде, вот, поэтому я понимал, что мне просто уже, ну, просто мне необходимо просто заставить со мной общаться руководством. Не справившись с эмоциями, Алексей побил начальника. Мужчину задержали полицейские, обвинили в вымогательстве с применением насилия. Но фигурант этого дела получил поддержку в социальных сетях. На защиту рабочего стало больше полутора тысяч человек. Я, как бы, так еще подумала, думала, надо смотреть за этими новостями, что, может, на самом деле группу создадут. И потом на следующий день смотрю, выхожу, как бы, в интернете ничего нигде нету. Думаю, дай-ка я попробую, создам. За несколько дней череповчане смогли собрать часть средств на оплату адвокатов. Суд, оценив ситуацию, на время следствия оставил Алексея на свободе под подпиской о невыезде. Суд, оценив ситуацию, оставил Алексея под подпиской о невыезде. Действительно, а так бы отдыхал сейчас парень в СИЗО. Вот только народ на дыбы поднялся, шум устроил нехилый. Их там, кстати, уже почти полгорода в этой группе ВКонтакте. Деньги на адвокатов собирают. Вот суд и оценил ситуацию. От всей души еще раз хочу поблагодарить вас. Все денежные средства, которые вы перечисляете, доходят по назначению. Обязательно пишите ваши комментарии в группе. Все. Всем пока. Спасибо. А сейчас самый интересный момент этой истории расскажу. Помните, Выше поведал, что Алексей ведь ходил по инстанциям, но его нигде не услышали. Мол, а как тут состав преступления доказать? А теперь изюминка на торт. Али. А дело в том, что руководитель предприятия, вот этого вот первого коксохиммонтажа, Игорь Липин, уже привлекался к ответственности за то, что не платил рабочим. Был судим по этому поводу. Также этого замечательного человека судили за уклонение от уплаты налогов. Вот представляете, по идее, и в суде, и в правоохранительных структурах должны знать, что человечек-то к жульничеству тяготеет. И как только пришел очередной обманутый, просто обязаны были отреагировать. Они же ничего этого не сделали, не выполнили свою работу, и теперь будут судить того, кого кинули, а совсем не жулика. В какой же прекрасной стране мы все-таки живем, меня прям от патриотизма распирает. Теперь приглашаю вас в подмосковные Люберцы, там еще одна история из разряда «Дуракам закон» написан. Итак, все началось несколько месяцев назад, когда жители одного из многоквартирных домов ЖК Люберецкий обратили внимание на некую странность. К их многоэтажке время от времени приезжают грузовики и сгружают в подвал предметы, похожие на газовые баллоны. Потом забирают, затем снова привозят, сгружают. При этом дом не газифицирован, электрические плиты в квартирах стоят. Естественно, люди испугались, забили тревогу, обратились в полицию, в прокуратуру, в МЧС. Вдруг террористы к реакции ноль. По сей день там стражи порядка не появились. МЧСники один раз нарисовались, правда, но прямо перед их появлением баллоны скоропостижно вывезли, а после проверки вернули на место. Я забежал домой, взял телефон, который пишет у меня видео, ну и записал вот это вот видео. Они кем-то представились, какой-то организации? Нет, никем они не представились, даже машины, я почему-то снимал там машину, машины заляпанные номера, там даже не видно номеров с камеры, еле-еле их видно, они просчитывают эти номера. Потом на куртке написано «пик комфорта». Но в куртке-то я понимаю, что может одеть любой и каждый. Примечательно, что видеозапись, ту, как баллоны грузят в подвалы, местные передали и участковому, и проверяющим СЧС, вердикт потряс окончательно, опасаться нечего. Если честно, интересно, как специалисты по видео поняли, что в баллонах точно не бомба на глазок? Эпопея-то продолжается по сей день. Атомная бомба там, слушайте их больше. Такой ответ дает самой управляющей компании. Ее представители сидят через дорогу, но двери захлопывают перед носом жильцов. Через полчаса дверь вновь открывается. Официальный комментарий таков. В подвал никого не пустим, хотите попасть, пишите запрос. А что насчет газа, так нет его и не было никогда. Ну, дальше комментировать данную ситуацию я не вижу смысла. Напомню только, что в нашей стране на безопасности всякие силовые ведомства, целая куча бюджетных денег тратится. На что? Ну, видимо, вот на что. ФСБ города Серова, что в Свердловской области, возбудили уголовное дело по факту, внимание, забрасывание яйцами плаката с изображением Владимира Путина. По горячим следам, ночью событие случилось, а утром уже пошла реакция. Так вот, по горячим следам на место преступления выехала оперативно следственная группа из четырех опытных следователей. Что-то еще говорить нужно? Ладно. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху. Пищи для размышления больше, заходите, не стесняйтесь. Подписывайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже интересно. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за Сим. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Вот канал, б***ь! Вот это Ютуб, б***ь! Вот это Ютуб, б***ь! Вот это Ютуб, б***ь! Симпетит. «Симпедит weaken»!